Ну что, друзья, как же стать Тру Панком? Ну, начнём с внешности. Да, блядь, если у тебя нет ирокеза, у тебя нет шмота с нашивками, клёпками и различной DIY атрибутикой, то ты точно не панк. По крайней мере, пока что не панк. Так что, если хочешь стать поистине настоящим Тру Панком, то выбривай ирокез, красть его в яркий цвет, купи жилетку, купи акриловую краску по ткани, купи клёпки, купи шипы и ебани себе одежду по DIY. И не забудь затем ебануть себе штаны и, конечно же, ебани принт на футболку. А если у тебя нет денег и ты панк, то их у тебя и не должно быть, так как ты не должен ни в коем случае работать ни на государство, ни на дядю. Так вот, нет денег, чтобы что-то покупать, тогда краж. Это в движи называется шоплифтинг. А ещё можно и оскать. Зато ты ни на кого не работаешь. Конечно же, можно трудиться и как-то зарабатывать деньги, но это не круто. Ты что, раб системы? Панк за свободу. Так живи свободно. Панк против какой-либо эксплуатации, особенно человека над человеком. И для того, чтобы стать панком, тебе придётся пройти посвящение в панке. Посвящение бывает разное. Ты можешь съесть говно, переночевать в мусорном бачке, тебя могут обоссать, могут нахаркать и ты должен это выпить. Для чего всё это надо? Да для того, чтобы доказать всем, что тебе похуй на всё и ты действительно свободный. Да и в будущем это тебе хорошо поможет, когда ты нахуяришься. И это значит, что ты сможешь переночевать в любом месте. Да хоть под своей блевочиной. И даже если ты обосрёшься во сне, то это будет охуительный протест обществу. Какой обыватель сможет обосланным и облёванным шататься по улице? И стоит помнить, истинное приветствие панков это фраза панки хой. Панки хой! И истинные кумиры панка это легендарная группа Король и Шут и не менее легендарная группа Сектор Газов. Оба лидера доказали, что были труп панками и умерли, потому что принимали наркотики. И вообще наркота для панка это святое. Если ты ни разу не пробовал какую-либо наркоту, то ты точно не панк. Вы можете сказать, но есть ведь стрит-эджеры. Я вам скажу так, это не панки, это позеры какие-то. Привет, скажи пожалуйста, что для тебя панк? Ну это, блядь, рыться в помойке, жрать, головно, короче. В общем, блядь, когда мы бухали с Юрой Хоем, когда еще был Сектор Газа, мы, блядь, такое устраивали. Мы говно жрали, блядь, блевали друг другу в рот, блядь. Ну в общем, было круто, а сейчас полная хуйня, сейчас, блядь, не панки, а уроды какие-то, блядь. Все панки должны жить на сквоте. Сквот это святое место для панка, потому что он так ломает систему. Нигде не зарегистрирован, не платит различные налоги. И вообще никакой коммерции. И да, панк должен слушать только не коммерческую музыку. Коммерция зло. Это глупый капиталистический строй. Панки против капитализма. И да, панк должен слушать только различные виды панка. Можно и рок, конечно, но это не круто. Если ты слушаешь рэп или попсу, то ты точно не панк. Потому что панк ненавидит всем сердцем рэп и попсу. И в любом углу он должен повторять эту фразу. Рэп отстой попса параша, панки хой победа наша. Мы панки парни, панки хой, победа наша. Дует. Панки хой. И у панка должны быть нашивки. Там он должен котировать только труп панк группы. А если будет у кого-то не труп панк, то его точно нужно гнобить и унижать. Панк без котировок это уже не панк. Да и вообще панк должен везде, где можно унижать и оскорблять. На его взгляд около панков. Если ты панк и ты считаешь кого-то не панком, так ты не ссы, оскорбляй. Потому что этот чмошник только позорит панк культуру. И тебе даже не надо что-то объяснять этому говнарю. Ты панк и все, и это главнее. И да, панк это высшая стадия развития общества. Поэтому панки главнее скинхедов. И поэтому панки все топят за анархию. Потому что анархия это высшая степень развития общества. И панк не может быть апполитом. Панк должен быть политизирован. Или наоборот. Панк не может быть политизирован. Так, стоп, я запутался. Короче, что-то одно точно. И каждый панк это антифашист. И его самые главные враги это баны. Поэтому происходят войны с различными исходами между этими двумя силами. И все панки против государственных силовых структур. То есть против полиции, армии и тому подобное. И панк ни в коем случае не должен прибегать к помощи полиции. А еще пиздатые бонусы для панка это татуировки. Чем больше, тем круче. Ну и конечно же, чем больше дырок на теле, тем ты круче. Потому что это настоящий протест обществу. Панк это... Ты говно! И я говно! И весь мир говно! И вы все говно! Вот. Ну вот и все, ребята. Я вам кратко рассказал, кто такие панки и как стать панком. Так что давайте не ссыть и становитесь трупанками. Чем больше будет нас, тем будет круче. И не забываем подписываться на канал. Вступаем в группу ВКонтакте. И конечно же, добавляем меня в друзья ВКонтакте. С вами был Дикобраз. Спасибо.